Евгений Чичваркин, видимо, захотел обратно в Россию. Вы посмотрите, как поменялась его риторика. Понесли наказание те, которые уехали от Путина и уехали от войны. Вот кого было проще нашлепать, тех и нашлепали, условно говоря, нас. Да, нашлепали, я считаю, вас знатно. Потом они вас спросили, а кто же понесет наказание за все, что случилось? И вот что он также ответил. А те, которые работают на Уралвагонзаводе, никакой вины, ни за что не чувствуют и никакой ответственности не понесут. Никогда. Никогда. Потому что никто не нападет на страну с ядерным оружием. Но вот и что требовалось доказать. Наконец-то у людей начинает включаться голова. Далее он заявляет, что если бы у России европейские страны не покупали нефть и газ, то, конечно, начались бы внутренние проблемы. Но он не говорит о том, что это просто невозможно. Без нефти и газа Европа просто сама не выживет. А вот они могли бы не покупать нефть и газ у России. И тогда в России возникла бы проблема, как латать бюджет. Допечатывать деньги, останавливать ли войну. Но и в конце он сам подтвердил тот факт, что никакие санкции на Россию в итоге не повлияли. И что денежки сыпятся как из друга изобилия. А сейчас решать ничего не нужно. Деньги сыпятся как из рога изобилия. Я считаю, что хороший пример сейчас показал Евгений Чичваркин с своим либерастически настроенным друзьям. Надеюсь, Юлия Навальная тоже скоро выйдет на связь и наконец-таки прозреет. Друзья, кто хочет прокачать свой ТикТок совершенно безоплатно, напишите мне в личные сообщения. Хочу прокачать. Я вас добавлю в специальный телеграм-канал, где мы все вместе прокачиваем свои ТикТоки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Кусминов и берегите себя.